Ай да Песков, ай да сукин сын, ай молодец, вот замутил так замутил, ну это вы слышали. Президент имел такую встречу, он пригласил на нее 35 человек, всех командиров, отрядов и руководства компании, включая Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. И так все в раскоряку стояли, не понимая, что это было. А тут Дмитрий Сергеевич со своей бомбой. И что теперь с этим делать? Понятно, что не прихоти ради, а токмо волею протекшего из Кремля инсайда, Песков приподнял ковер, под которым бульдоги грызутся. Вроде как источник из либеросъем дал наводку, вот и пришлось на неудобный вопрос отвечать. Путин выслушал объяснение командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения. Сами командиры изложили свою версию произошедшего. Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства. Я не хочу заморачиваться на тему, что и как сам факт встречи изменил в оценках событий 23-24 июня. От внутреннего предательства непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неименуемое наказание. Оценки – это дело записных экспертов и аналитиков. Только пуля в лоб. Единственное спасение. И для Пригожина, и для Откина. Деньги. Глупая и непомерная амбиция. Ну, да, наверное, взял бы Украину за день. Правда, Бахмут брал 200 с лишним дней. Такая организация должна быть немедленно расформирована. Но вот какое дело. Не успел я свою реплику по поводу тайной встречи подготовить, как Карен Шахназаров меня опередил. И ремарку мою в студии у Соловьева озвучил. Почти дословно. У меня вопрос. Я абсолютно уверен, что если бы президенту правильно доложили до 24-го, когда это было, он бы встретился и до этого. И тогда точно никакого так называемого мятежа не случилось бы. Ну, значит, ему не было правильно доложено о накале ситуации. И тогда, возможно, ничего бы и вообще не было. Больше всего мне в этом пассаже нравится фраза «Значит, ему не было правильно доложено». Мда. Когда я был маленьким, мне мама и папа рассказывали, что Сталину все неправильно докладывали. А если бы докладывали правильно, то что? Я другой такой страны не знаю, Где так больно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, Где так больно дышит человек.